И хотел бы рассказать вам о любви нашего Небесного Отца. Бог есть любовь, вы это знаете прекрасно, и доказывать это не стоит. Но вот то, что произошло в моей жизни, это явно говорит о том, что Бог любит каждого, невзирая на национальность или еще возраст и так далее. Вы знаете, что в 1986 году в Советском Союзе на Украине случилась огромная трагедия. Там атомная Чернобыльская электростанция взорвалась. И меня как военно обязанного по тревоге туда... Жил я в Эстонии, и вот в Эстонии целый батальон людей отправили туда по тревоге на последствия ликвидации, в общем-то, этой трагедии. Мы понимали, куда мы едем и что за этим стоит. Но, тем не менее, долг нужно было отдать. Родина приказывает, и мы поехали. Прошло где-то около четырех лет после этого. И, естественно, здоровье мое настолько сильно пошатнулось, что я стал больным. Как это проявлялось? Это неожиданно могли быть такие приступы бессилия. То есть ты мог в любого забора сесть на землю и как последний пьяница сидеть. Сидишь и не можешь встать, не можешь никуда пойти. Просто сидишь бессмысленно. И вот эта ситуация у меня когда случилась, случилась в первый раз. Я понял, что моя жизнь, наверное, подходит к концу. Потому что к этому моменту ребята, с которыми я работал на могильниках, они стали умирать. Один за одним. Умер, 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 умер. Ну, я уже на сто процентов понял, что моя песенка на этой земле спета. Я был неверующим. А Господи знал только одно, что в нашем классе жила одна девочка, ой, жила, училась девочка из верующей семьи. И мы все ее называли такой. Потому что она много чего не понимала. Но она настолько трудолюбиво трудилась в знании, вернее, в принятии этих знаний. Она на зубок все выучит и ответит. Хотя не понимала, откуда это берется. Ну, не все, к сожалению, дети понимают, что, откуда и зачем. Ну, и мы ее так пренебрежительно дразнили. Но на самом деле она понимала очень много. Она понимала, что есть Бог живой. Что Он ее любит. А мы этого не понимали. И вот подошло мое состояние, что я должен умереть. Вы знаете, как меня воспитывали так. Я присягу в армии давал. Я понимал, что, ну, что случится, то случится. Это никак не миновать. Но что-то произошло не так, как я думал. Ко мне вдруг стали подходить люди и говорить, Иисус тебя любит. Бог тебя любит. Знаете, моя реакция была вот такой. У меня подбородок так тресся от них. Если бы я не был нормально воспитан, то я, наверное, в драку полез бы. Вот настолько противная реакция была. Я сам себе удивлялся. Откуда это? Как это? Я на все мог реагировать спокойно. Но вот на то, что Бог меня любит, Иисус меня любит, я реагировал очень отрицательно. Потому что, наверное, в моем разуме сидела обратная сторона этого дела. Его нет. Это вымысел. И однажды подошла ко мне женщина, которая не только засвидетельствовала мне о Боге, но подарила еще и Евангелие. До этого тоже давали брошюрки, давали там... Я все это выкидывал, не читая. А Евангелие я не выбросил. Я его спрятал в машине под сиденье. И когда никто не видел, я его читал. Я очень быстро его прочитал и понял одно, что это сказка. Это сказка. И как люди могут верить этой сказке? Люди исцеляются, даже воскрешаются. Ну, это безумие. И знаете, моя теща, она была верующей. И она молилась обо мне, о своей дочери. И очень много. И, естественно, община, в которой она ходила, тоже молились о нас. Это бесспорно. И вот случилось такое событие, что моя супруга сказала, мне нужно поехать туда, потому что там нечто происходит. А происходило то, что там давали нуждающимся детскую одежду. Время тяжелое, развал Советского Союза, денег нету, одежда потрепанная, а тут новенькую одежду дают, кому надо. Я говорю, хорошо, отвезу тебя. Отвез ее туда. Она получила, и, конечно, была благодарна. Пастор сказал, вот Господь о вас позаботился. Неплохо было бы, если бы вы пришли тоже послушать Слово Божие. И супруга мне говорит, что я не могла сказать нет. Я сказала, да. Я говорю, ну, рассказал, да, значит, надо исполнить. Я ее отвез туда. И после этого она мне говорит, ты знаешь, ты знаешь, а там говорят о любви. Я говорю, постой, постой, я тебя что-то плохо люблю? Я же тебя люблю? Да это не о той любви. Это, вот если ты послушал, то ты сам бы понял. Ну, она такими глазами на меня смотрела. Ну, хорошо, хорошо, успокойся, поедем. Поехали. И дьявол, это реальная личность, он очень не хотел, чтобы мы поехали. Я знаю этот город, мой родной город, как свою квартиру. Но я не мог доехать до дома молитвы. Понимаете? Я кружил вокруг, ездил, супруга уже нервничает. Да что такое? По-моему, туда. У нее тоже такое затмение произошло. Этот дьявол не пускал нас. И в конце концов, когда я так вот буквально напряг свою силу воли, да что ж, занаваждение такое. Вот мы находимся здесь, так, 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 так. Вот тут все, приехали. Нормально. Ну, порог молитвенного дома опять не мог переступить. Ноги приклеились. Вот. Меня такой страх наполнил. Жуткий, знаете. Я никогда ничего не боялся. А тут страх такой. И я, не веря в Бога, сказал, Господи, помоги. Вот можете себе такое представить? Человек не верит в Бога, что его не существует. И у него просит помощь. Помоги. И ноги мои пошли. Это для меня было настолько, ну, как мистика какая-то, знаете, что это такое. Но, тем не менее, я оказался на собрании. Я, супруга там таяла буквально. Ей так было приятно. Но раз ей приятно, я с ней ходил. Потому что я понимал, что я скоро умру. Для нее это будет трагедия. Ну, пусть наслаждается. Но самое интересное, что я-то понимал это как сказку. Я уже прочитал Ивангель несколько раз. Для меня это несерьезно. Я сижу и вдруг вижу во время проповеди как бы экран второй. И на этом экране я вижу огромное количество людей. И в разных национальностях люди идут по такой широкой дороге. Я понимаю, откуда понимаю, я не знаю. Но я понимаю, что это дорога жизни. И по ней идут все люди. Верующие, неверующие, разных национальностей идут. И я так к себе мысль такая, а куда они идут? И вдруг вижу, куда они идут. Дорога заканчивается, они туда идут. Падают туда. Там эта гиена огненная. Во мне такое, ну, отчаяние, что ли, крик души. господи, зачем эта религия, раз люди все равно туда идут? И вдруг вижу, еще люди идут какие-то от этой дороги. И в гору идут, и ноги в кровь отбиты. Идут, но глаза у них такие радостные, счастливые. И я так как бы сам себе опять говорю, а это что за безумцы? Куда они идут? И тогда услышал первый раз в жизни голос, и ты, сын мой, иди с ними. Иди с ними. Куда? Для меня это вообще, я думаю, я, наверное, с ума сошел. У меня, наверное, крыша поехала. Тут что-то такое, ну, необъяснимое происходит. Я встаю и думаю, надо выйти, пойти на улицу. Я тогда еще курил вовсю. покурить, подышать. Я там подошел, подожду супругу, чтобы, ну, прийти в себя. Тут что-то невероятное. Она у меня спрашивает, куда ты? Я говорю, кается идёт. Понимаете, это кто сказал? Я? Мне такое, ну, ну, смущение пришло. Ну, я же мыслил идти налево, на улицу выйти, а тут, говорю, и кается. Ну, я рассказывал, кается, и повернулся направо. И проповедующий, пастор, ну, исполняющий обязанное пастора, смотрит, что я иду на него, и говорит, вы что-то хотели? Я говорю, да, покаяться. Я опять не верю сам себе. Это я говорю? Он говорит, ну, пожалуйста, да, остановитесь. И, знаете, я опустился на колени, и, к своему удивлению, я плакал. Пол мокрый был от моих слез. Я, мужчина, который никогда не плакал, спортсмен, кости были поломаны, и тоже не плакал, и ничего. А тут я плакал, как ребенок, на взрыв. Я уже не помню, что я там говорил, как я каялся, это все поблекло, как бы вот. Самое удивительное было то, что меня стали за руки поднимать. Я говорю, вставай, брат, вставай. Это значит, что уже долго времени прошло. Я приподнимаюсь, и вдруг я ощущаю, что, если я вот так, вот сделаю, я ударю с головой потолок. Понимаете, какое ощущение было моего тела? Я был как в невесомости. Я думаю, что со мной? Проходит 3-4 дня. Но я не тот. Понимаете? Мое состояние было какое? С утра и где-то до середины дня я еще чувствовал себя человеком. А после, ну, вторая половина дня, мне охота было только сидеть или лежать. У меня была полная апатия к жизни. Я ничего не хотел делать, потому что у меня практически не было сил на это. Я не хочу сказать, что физических сил не было. это какое-то другое состояние. Это как будто души или эмоциональность или чего, не знаю. Я мог сидеть и лежать, у меня не было желания ничего делать. Но тут, после покаяния, я как молодой мальчик прыгаю, бегаю, сил много, энергии много, желаний много. Я другой. И знаете, проходит там еще некоторое время, я понимаю, что это эйфория, радость, что я спасен, теперь мне не страшно умирать. Я иду на небо с Иисусом, для меня это уже не сказка, для меня это быль, потому что во время этого видения я услышал его голос, и мало того, я сейчас не напомнил, но я увидел руки, которые звали меня, и ты, сын мой, иди. Знаете, все это, конечно, повернуло мою мысль настолько, что я думал, что я сумасшедший, но теперь-то я уже в другом состоянии, я трезво мыслю, все нормально, и я не могу понять, что со мной. Я как бы сам себе опять задал вопрос, что со мной случилось? Я полный сил и энергия, и второй раз я слышу голос, теперь ты здоров от чернобыльской болезни, я тебя исцелил. Знаете, насколько это было, ну, неправдоподобно, потому что, ну, я человек, привык так мыслить, что все нужно потрогать, все нужно увидеть, а тут голос, уже второй раз, и я здоров от той болезни, от которой врачи не могут исцелять, просто не могут. Каждый год сдаешь анализы, спрашиваешь, как там, чего, а в ответ такие глаза, это ненормально, они не могут, не имеют права сказать, что там что-то нашли, там что-то не так, ну, глаза такие неприятные, знаете, я говорю, ну, все понятно, ага, ну, и сам чувствую, что как понятно, а тут все перевернулось, все по-другому, и теперь я здоров, Господи, а что я могу сделать для Тебя? Знаете, это та радость, которая, ну, не от плоти, она от Духа, она от Духа, она от жизни, потому что Господь Иисус дает жизнь эту, и я говорю, Господь, что могу тебе сделать для Тебя? И такой, ну, спокойный, такой тихий ответ, подожди, подожди, прошло немножко времени, меня рукоположили на дьяконское служение, потом с Санкт-Петербурга приехали братья, организовали у нас миссию Гегион, и я волею Божией оказался работником в этой миссии, стал возить Евангелие по всему Бывшему Советскому Союзу, ну, имеется в виду европейскую часть, в Казахстан я не поехал, ну, от севера до юга, самая южная точка это Ереван, и самая восточная часть это Нижний Новгород, вот это все территория Евангелия возил, Прибалтика, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, но самое интересное, что во всем этом был Господь, понимаете, на стоянках, когда останавливался, я водителям всем дарил Евангелие, свидетельствовал им о том, что Господь их любит, а у меня они спрашивают, а где твой напарник, где твой напарник, я говорю, мой напарник со мною, а где он, мы его не видим, я говорю, он тут, кто? Иисус, мой напарник Иисус, все, что делаю, я делаю с Иисусом, и они, говорят, посмотрели на меня, говорят, ты чего? А я им начинаю рассказывать, как я пришел к Иисусу, как Господь меня исцелил, теперь я вот тружусь, и все с Иисусом, и знаете, эти слова, до них доходят, они с удовольствием принимают Евангелие, и как дальше судьба их там, я не знаю, но я только одно хочу сказать, что вот эти молитвы, которые возносила Господу моя теща, о том, чтобы ее дочь и ее муж были спасены, они пришли к Иисусу, к престолу благодати, и вернулись реальным действием в жизнь мою, поэтому я призываю вас всех молиться усерднее о своих близких, о родных, о друзьях, и о незнакомых людях, молиться, потому что через ваши молитвы будут приходить Господу еще многие-многие люди, и за все это слава Господу нашему Иисусу Христу, да благословит вас Господь. Аминь.